К концу 2016 года компания «Евразийский», в состав которой входит Сочинский водоканал, намерена обновить более 110 объектов водоснабжения и водоотведения в Лазаревском районе. На эти цели планируется направить почти полмиллиарда рублей. Это программа стоимостью 450 миллионов рублей на 2014-2016 год. Из них только 150 миллионов – это объекты, которые строятся за счет тарифа, и 300 миллионов – это инвестиции в хозяйство ВКХ Лазаревского района. За период реализации программы модернизации, то есть 2014 года, в Лазаревском районе уже построено более 6 километров сетей водоснабжения и 2 километров сетей водоотведения. Отремонтировано три сооружения. В работе находятся еще 10 объектов. Те работы, которые сейчас проводятся руководством водоканала, принятые решения, проводятся непосредственно на объектах. Это жизненно важно. Почему? Потому что снабжение нашего населения, наших жителей, наших гостей качественной водой и в необходимых объемах – это очень важная тема. Особое внимание уделено сердцу службы ВКХ района – водозабору на реке Псизуапсе. Здесь идет замена насосного оборудования, ремонтируются здания, ведется монтаж современной системы видеонаблюдения, выполняется замена ограждения. Сейчас специалисты Сочинского водоканала ведут подготовительные работы к монтажу двух новых энергоэффективных насосных агрегатов на водонасосной станции второго подъема, непосредственно от доставляющей воду в домах лазаревцев. Самое главное для нас – это довольные потребители. Поэтому качество водоснабжения с применением новых технологий, конечно же, улучшается. Надежная система улучшается. Мы видим меньше аварий, мы видим меньше техники на улицах, мы не видим разрытые дороги, и для жителей это самый главный показатель качества нашей работы. Полностью автоматизированный процесс подачи воды потребителям, энергоснабжение и необходимый резерв мощности для подключения новых объектов. Такой, уверяют специалисты, будет система водоснабжения Лазаревского района после окончания реализации самой масштабной программы модернизации, реализуемой частным оператором на юге России. Татьяна Говоркова, Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Не можем себе позволить.